Вести ФМ. Вести ФМ. Первые о главном. Нацвопрос. О чувствительных проблемах. Без истерик и провокаций. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире Вести ФМ программа Нацвопрос в студии Марат Сафаров. В преддверии Дня России мы в программе Нацвопрос уже второй год подряд. Так вот, удачно у нас складывается. Обращаемся к культуре Рязанской области. Здесь, в центральной части нашей страны, очень многое делается не только для сохранения, но и для изучения, переосмысления традиций, промыслов, ремесел, для активной туристической жизни. Но, разумеется, все само по себе не бывает. Есть в регионе специальные учреждения, в котором профессионалы занимаются этой важнейшей работой. Это Рязанский областной научно-методический центр народного творчества, который возглавляет заслуженный работник культуры Российской Федерации Елена Шаповская. И сегодня Елена Михайловна на прямой связи с нашей студией из Рязани. Елена Михайловна, приветствуем вас в эфире Вести ФМ. Спасибо. Здравствуйте, Марат. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Елена Михайловна, пользуясь случаем, хотел вас поздравить, пусть и немножко с запозданием, с награждением в конце прошлого года. А напомним, что весь прошлый год, 2022 год, был объявлен в нашей стране годом культурного наследия народов России. И в завершении этого года, в декабре, председатель Совета Федерации Валентина Ивановна Матвиенко наградила вас благодарностью. И очень были важные слова произнесены Валентина Ивановна о нашей глубинной народной культуре, о цивилизационном коде, но самое главное, что замечена была работа вашего центра на федеральном уровне, председателем Совета Федерации. Это очень важно, очень почетно, и всем, кто любит Рязанскую область, конечно, было очень это приятно. Спасибо, спасибо. Да, Елена Михайловна, действительно, центр известен по всей нашей стране, центр научно-методически народного творчества в Рязанской области. Но вот как все начиналось? Ведь важно, чтобы традиции, их много, и в каждом регионе, в каждой нашей губернии есть что показать и чем гордиться. Но важна координация, важно так, чтобы был центр, были профессионалы, которые занимаются изучением, собиранием, чтобы это не угасло, и чтобы в новом веке, в новых реалиях современных, культурных реалиях эти традиции переосмыслялись и становились современными. Вот как вообще возникла идея создания вашего центра? Ну, во-первых, мне хотелось бы сказать, что Рязанский областной дом народного творчества был созданным решением исполкома Рязанского областного совета депутатов еще в 1941 году. То есть в это время уже государство знало значимость народного творчества. Такие центры были созданы не только в Рязани, во всем Советском Союзе. И, конечно, в те времена традиционной народной культуре, этнографии не столько уделялось внимания, больше, наверное, просто народному творчеству, самодеятельному художественному творчеству во всех его жанрах и направлениях. А вот этой работой, такой научной, исследовательской работой мы начали заниматься в 1981 году. У нас пришел директором в наш Центр народного творчества Вячеслав Васильевич Коростылев, и который заразил нас всех тем, что надо сохранять свою традиционную культуру, надо сохранять свои локальные традиции. И мы начали работать не только специалисты Центра народного творчества, а привлекли к этой работе и академические вузы, исследователи с именами. И в 1995 году в Рязанской области прошел первый конгресс фольклористов, который мы проводили совместно с Институтом этнологии и антропологии Российской Академии наук. Возглавлял этот институт в то время Тишков Валерий Александрович. И вот на сегодняшний день наши связи сохранились до сих пор. И, наверное, вот первый конгресс, он дал такое направление, такую динамику в развитии, в исследовательской деятельности Рязанской области. Потому что в экспедиции, в полевые экспедиции начали выезжать ученые, которые занимались каждым своим направлением. Это и ткачество, это жилище, это пища, это православие, это казачья культура, это игры забавы в Рязанской области. И когда эта работа исследовательская была достаточно ярко проведена, это, конечно, музыкальный фольклор. Здесь мы работали с Натальей Николаевной Геляровой, профессором Московской консерватории имени Чайковского. И когда эта исследовательская работа была проведена достаточно ярко, и такой достаточно продолжительный период времени, возникла необходимость издания. И в 1992 году, это еще чуть-чуть до Конгресса раньше, но все-таки был основан Рязанский этнографический вестник. Елена Михайловна, насколько я помню и насколько я знакомился с выпусками, это ведь уникальное издание, по-моему, более уже 60, если я не ошибаюсь, выпусков изданного Рязанского этнографического вестника. Да, на сегодняшний день выпущено 63 таких книги. Я говорю, что это действительно книги, это научные труды, которые основаны только на исследовательской работе Рязанского края. Но ведь очень важно, что вот эта работа, о которой вы сказали, которая была, в общем-то, создана в содружестве, в сработничестве с московскими учеными, она постепенно, вот за эти 30 лет, проявилась в работе, собственно, рязанских ученых, краеведов, на месте буквально, да, те люди, которые живут и работают в Рязанской области. То есть, по сути, ваш глобальный такой проект и центр сформировал местные кадры. Безусловно, безусловно, что к этой работе подключались и наши ученые, наши краеведы. И, наверное, самым главным итогом вот на сегодняшний день ведь прошло больше 30 лет. И, наверное, самым главным итогом этой деятельности стало то, что все эти здания, все эти материалы мы используем уже сегодня в современном мире творческими коллективами. Наши материалы используются институтами, училищами, музыкальным колледжем, колледжем культуры, образовательными учреждениями. И, наверное, самое главное, что мы вошли в муниципальное образование уже в те населенные пункты, где на сегодняшний день, благодаря вот этой исследовательской работе, все это сохранилось. Елена Михайловна, вот очень важная деталь. Вы сказали о том, что это обращено к местным жителям во многом, к муниципальным образованиям. Я знаю, что ваш центр координирует работу домов культуры во всей Рязанской области. Вот расскажите об этом. Это ведь очень важно. Вот сейчас, в преддверии уже начала, по сути, летнего нашего сезона, многие наши слушатели, кто живут в больших городах, отправляются в свои деревни, с которыми связаны их корни или где находятся их дачи. А в Рязанской области находится летом, прибывает очень большое количество и москвичей, мы знаем. И дома культуры вот просто на глазах они преобразились. Они действительно наполнились, возродились во многом, наполнились новой жизнью. И в Рязанской области в этом смысле всегда в авангарде. Вот об этом очень важном направлении. Мы часто о нем забываем как-то за фольклорной, за такой яркой, красочной работой. Забываем о том, что каждодневно деятели, работники культуры на селе эту работу проводят. Это вы говорите совершенно верно. И действительно, население Рязанской области в некоторых районах у нас увеличивается в летний период в пять раз. Приезжает много земляков, приезжих бывает. И, конечно, здесь наша работа, работа учреждений, клубных учреждений культуры, конечно, усиливается. Но вернусь к исследовательской деятельности. Итогом этой исследовательской деятельности стало то, что три года назад мы приняли решение. Наше решение было поддержано Министерством культуры Рязанской области. И была создана такая программа, такой проект мощный, который называется «Нарядная губерния». Дело в том, что Рязанская область находится на пересечении многих этнических групп. И комплекс костюма традиционного рязанского, он очень разнообразен. И во всех муниципалитетах он абсолютно разный. И более того, я хочу сказать, даже в одном населенном пункте, возьмем Скопинский район, есть поселения Поляны, Ильинка, Секирина, Чулкова. Они находятся очень близко друг от друга. Но костюмный комплекс, он совершенно разный, он отличается. И для нас очень было важно воссоздать эти комплексы традиционного костюма. И не только в Скопинском районе, а во всех муниципалитетах. И мы этого добились. И говоря о Годе культурного наследия народов России, когда в прошлом году у нас состоялся пятый конгресс фольклористов, на открытии этого конгресса были представлены 156 женщин-девушек в аутентичных костюмах Рязанской области. Это просто какая-то феерическая, я видел фотографию, феерическая красота. Во-первых, действительно, подтверждаю слова Елены Михайловны, непохожие костюмы даже в одном районе друг на друга, каждый уникален. Но ведь, наверное, правы ученые, в том числе, которые работают с вами, о том, что Рязанская область – это во многом такое сочетание лесного края и степного, где лес и степь встречаются. Это ведь тоже отразилось на народной культуре? Конечно, конечно. Я хочу сказать, что региональный наш проект «Нарядную губернию», конечно, он включает не только изучение костюма, это и учебно-методическое, это и издательская деятельность, это большая выставочная деятельность, это огромное фестивальное движение. Ну и, наверное, самое главное для нас – это создание этнографических площадок практически в каждом районе Рязанской области. Вот на сегодняшний день у нас создано таких 11 этнографических площадок. И, опять же, возвращаясь к поддержке, государственной поддержке и поддержке Рязанской области, буквально в прошлом году постановлением правительства Рязанской области наш проект был поддержан и представлены гранты по созданию этнографических площадок. И в год нам дается 2 миллиона на 2 этнографические площадки. То есть это такая материальная хорошая поддержка, хороший стимул и мотивация для того, чтобы наши муниципалитеты развивались, сохраняли традиционную культуру. И дело в том, что население, кто участвует в организации этих этнографических площадок – это сами жители. А сами жители – это носители традиций. И зачастую они сами не осознают, что они являются носителем традиций. Наша задача – им показать, доказать, что они востребованы, что они нужны, что это уникально. И, конечно, всегда говорю такую фразу, чтобы у туристов билось сердце чаще вот от этой красоты, от того, что мы делаем, то, что мы сохранили. А у жителей, у местных жителей, у носителей традиции, сердце билось чаще от гордости. И вот я думаю, что вот эту задачу мы, конечно, выполняем посредством вот этого проекта, фестивальных движений. Конечно, это много и событийных различных форм и мероприятий, фестивалей, конкурсов, которые проходят в муниципалитетах. Думаю, что эта работа, она обязательно будет продолжаться, и она продолжается. Елена Михайловна, у нас немного времени остается до конца первой части, но вот хотелось бы вспомнить очень интересный эпизод, который вы рассказываете часто в интервью, как вы побывали в отдаленном, наверное, самом далеком от Рязани, селе Кочемирово, Адамского района, и где вы заметили детский коллектив, который после того, как он вошел в орбиту деятельности центра, стал известен далеко за пределами Рязанской области? Ну да, это было в прошлом веке. Совершенно случайно ко мне попала видеокассета записи детского фольклорного коллектива, местного коллектива, где я увидела уникальный обряд, песенный фольклор уникальной местной традиции села Кочемирово, и мы этот коллектив пригласили на традиционный фестиваль, детский фольклорный фестиваль «Праздничная карусель», который проходит до сих пор у нас в Рязанской области, и он в этом году был, и председателем жюри в этом году была Наталья Николаевна Гелярова, она всегда нас поддерживает. Ну вот на тот момент этот коллектив поучаствовал в конкурсе, и мы увидели эту красоту, и специалисты обратили на это внимание, а мы даже понятия не имели, что местные жители, местные женщины сохранили традицию, сохранили свои костюмы, комплекс костюма, свои обряды, и когда детский коллектив приехал с победой к себе в село, то все местные жители подключились и начали доставать из сундуков наряды, начали заниматься этой деятельностью, и на сегодняшний день в селе Кочемирово-Кадовского района создан замечательный музей-изба, такая большая этнографическая площадка, и мы стараемся поддерживать. Мы об этом, о центре, и о том, что вообще посетить в Рязанской области можно в этот летний сезон, и нужно поговорим особо в нашей программе сегодня с Еленой Шаповской, директором Рязанского областного научно-методического центра народного творчества. Обвинения со стороны Запада в адрес России в агрессивности являются попыткой скрыть нежелание прислушиваться к озабоченностям Москвы. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия». Фрагмент эфира в своем телеграм-канале опубликовал журналист Павел Зарубин. По словам Пескова, Россия говорила об этих озабоченностях по нарастающей не одной десятилетия. Но учитывать позицию России вовсе не собираются посетовал он. Поэтому нам нужно всего добиваться самим, заключил представитель Кремля. Около 2700 жителей остаются на территории приграничного города Шебекино, Белгородской области, который регулярно обстреливается со стороны вооруженных сил Украины. Волонтеры обеспечивают людей водой, продуктами, сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. По итогам поездки туда первого замруководителя администрации президента Сергея Кириенко. Гладков отметил, что у многих жителей есть личные мотивы оставаться в Шебекине, несмотря на опасность обстрелов. По словам губернатора, посчитать точное количество разрушенных и поврежденных домов автомобилей пока не удается. Ранее Гладков сообщал, что более 8 тысяч жителей, эвакуированных из Шебекинского городского округа, в связи с обстрелами в СУ, находятся в пунктах временного размещения в пяти муниципалитетах региона. Часть жителей переехала в регионы Центрального федерального округа. Москвичей сегодня ожидая скандинавская прохлада, которую принесет сильный северный ветер. Осадков не будет, сообщил нам ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. Днем в столице 16-18 градусов, по области 15-20, тепло это на 5 градусов ниже климатической нормы и соответствует майской температуре, отметил Тишковец. По его словам, ветер будет дуть со скоростью 4-9 метров в секунду, атмосферное давление будет расти и составит 756 миллиметров ртутного столба. Завтра по данным Центра погоды ФОБОС в Санкт-Петербурге без осадков, ночью плюс 6-8, днем 18-20 градусов. В Москве осадков также не ожидается, в ночные часы плюс 4-6, дневные 16-18 тепла. Сейчас в российской столице плюс 16 градусов, атмосферное давление повышенное 755 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха 37%. Продолжаем программу «Нацвопрос» в эфире Вести ФМ, продолжаем наше знакомство, может быть, для кого-то, для кого-то открытие, а для многих, конечно, наших радиослушателей напоминание, поскольку мы часто обращаемся к культуре Центральной России и Рязанской области. В преддверии Дня России сегодня беседуем с директором Рязанского областного научно-методического центра народного творчества, заслуженным работником культуры Российской Федерации, Еленой Шаповской. Елена Михайловна, очень важно все-таки напомнить о тех центрах, городах, прежде всего, может быть, крупных селах, где есть что посмотреть, куда может турист наш, наш отечественник приехать летом, в начале осени. В Рязанской области вообще внесезонно хорошо, но все-таки летние дороги, они гораздо более простые для путешественников. Что можно посетить и что можно увидеть с точки зрения знакомства при общении к традиционной культуре? Ну, во-первых, мне хотелось бы сказать о замечательном городе Касимов. Город Касимов — это город двух культур — русской и татарской. И в нашем проекте «Нарядная губерния» существует такая этническая площадка, которая находится в Гусе Железном, недалеко от Касимова. Она не татарская, но я о ней скажу чуть позже. А вот что касается татарской культуры, в Касимовском районе на протяжении 25 лет проводится замечательный праздник в Сабантуе. Он традиционно проходит в селе Подлибки Касимовского района. В этом году он состоится 10 июня. Я приглашаю всех желающих на этот праздник. На этом празднике соревнуются две команды молодых людей из татарских сел — Подлибки и Ахматова. Ну, праздник сам по себе уникальный, красивый, зрелищный. Я всех приглашаю в Касимовский район на этот праздник. Что касается татарской культуры, у нас существует еще одна этнографическая площадка, очень яркая, красивая, в Ермишинском районе, в селе Азеево. Вот там вот такая же история произошла. На наш фольклорный праздник в прошлом веке приехал детский татарский фольклорный коллектив, который удивил своей такой этнографической подачей материала. Дети, 11-классники, они пели на своем языке, они танцевали свои народные танцы, они показывали обряды, они показывали уникальные игры. И мы опять же туда обратились, и там же взрослое население подхватило эту инициативу. Тоже больше 20 лет на сегодняшний день проходит такой же праздник Сабантуй. Вот в этом году в селе Азеево Ермишинского района Сабантуй пройдет 11 июня, и мы тоже туда приглашаем. Приезжает очень много людей со всей России. Конечно, эти праздники поддерживает и Татарстан, приезжают народные артисты из Казани, устраиваются соревнования. Все, что касается этого праздника самобытного, красивого, вот все критерии, все условия этого праздника, все обряды, они соблюдены. Проводятся скачки. Мне бы очень хотелось, чтобы кто еще не был, не побывал на этих замечательных праздниках, обязательно были. И вернемся в Касимовский район. Недалеко от Касимова находится замечательное село Гусь-Железный. На территории этого села, кстати, проезд очень достаточно легкий, это трасса федеральная. Да, из Москвы Егорьевское шоссе знаменитое. Я думаю, что каждый, кто проезжает, всегда удивляется замечательному храму, Троицкому храму. В Гусе-Железном находится, к сожалению, в таком плачевном состоянии, но, тем не менее, нисколько не умаляет достоинства и красоты усадьба Баташовы. И там работниками культуры создана такая же этнографическая площадка. И я приглашаю всех туда, в Гусь-Железный, потому что сделан необыкновенный проект, он называется «Театральная провинция», где работниками культуры боссоздан театральный некий театр, такой провинциальный театр, потому что при Баташовах был такой театр, и крепостных отправляли учиться в Италию, они пели, они делали постановки. И вот на сегодняшний день все мы это практически восстановили, но кроме того, что наши работники культуры еще в Италии не были. Но, тем не менее, вот эти постановки театральные, они очень красивые, в красивых костюмах, проходят анимационные программы, замечательные фотосулоны созданы в красивом парке на фоне этой усадьбы. И поэтому всех приглашаю в любое время, двери всегда открыты, и можно побывать, все это увидеть воочию. И в конце июля там проходит замечательный праздник, фестиваль «Гусевские забавы», где мы можем увидеть и выставку мастеров народных промыслов и ремесел Касимовского района, выступление аутентичных фольклорных коллективов, побывать в шикарном парке. И самое главное — увидеть гусины бега. Потому что это тоже такое направление интересное, очень красивый процесс самих гусей даже посмотреть. То есть это гусь железный, он оправдывает свое название и сейчас. Ирина Михайловна, вот вы уже упомянули сегодня о казачьей культуре. Для многих, может быть, станет открытием, что Рязанский край, так недалеко вроде бы расположенный от Москвы, в Центральной России, это такое зарождение, по сути, истории казачества. И сейчас, в частности, в Шацком районе, можно познакомиться с рязанской казачьей культурой. Да, по Рязанской области проходила казачья засечная черта. И у нас есть муниципалитеты, Дыряжский район, Шацкий район, Михайловский район, где проходила эта засечная черта. И мы вот этому направлению уделяем очень много внимания. Больше 10 лет на территории Рязанской области проходит фестиваль казачьей культуры. Весело да громко казаки поют. И в этом году я приглашаю 11 числа в Шацкий район мужской монастырь, который находится в селе Старо-Чернеево. Это такой намоленный монастырь, основанный казаком Матвеем. В этом году туда приезжает Сретенский хор, будет выступать, и, конечно, наши рязанские казачьи коллективы. И там же у нас созданы... Шацкий район тоже особый район, и там несколько созданных этнографических площадок, в том числе и в Старо-Чернеево. И хочется сказать, что в прошлом году мы провели такую уникальную работу по созданию этнографического костюма именно села Старо-Чернеево. К сожалению, не было этого костюма, но мы приложили максимум усилий, наши специалисты Центра народного творчества, чтобы найти, чтобы разработать этот костюм. И мы нашли, и сделаны красивые реплики этого костюма. Есть необыкновенный ролик, его можно посмотреть на нашем сайте, можно посмотреть на нашей страничке ВКонтакте. Мы все эти ролики размещаем там. И в этом году мы опять встречаемся в Старо-Чернеево на замечательном казачьем празднике. И, конечно, то, что очень многим известно за пределами Рязанского области, потому что у многих это в домах, это скопинская керамика. Как вот этот промысел такой искусный и прихотливый, он возрождается и сохраняется? Ну, Скопинский район, город Скопин, это особый разговор. И, наверное, нашего эфирного времени не хватит рассказать о Скопинском районе. Да, действительно, на территории Скопинского района есть производство народно-художественных промысла скопинской керамикой. На сегодняшний день работают мастера. Мне бы хотелось сказать и о народных мастерах. И еще в 1980-х годах молодые мастера были награждены премией правительства Российской Федерации, и они стали лауреатами этой премии. Совершенно молодые, 25-летние мастера, вот так государство такое внимание уделяло. Благодаря, наверное, вот этой мотивации и на сегодняшний день наша работа, это мастера Татьяна Лащинина, семья Якушкиных. Семья Якушкиных и Ирина Александровна были лауреатами Всероссийской премии «Душа России». И, конечно, этот промысел, это искусство, оно сохранилось на сегодняшний день. Продолжаем программу «Нац. Вопрос» в эфире Вести ФМ. Продолжаем знакомиться в преддверии Дня России с культурой, с традиционной культурой Рязанской области вместе с Еленой Михайловной Шаповской, заслуженным работником культуры Российской Федерации, руководителем Рязанского областного научно-методического центра народного творчества. Елена Михайловна, прервались на скопине, на знаменитой скопинской керамике. Вот вопрос такой, эти промыслы, инфраструктура их продажи, того, чтобы мог турист приехать и приобрести что-либо, мы сейчас еще обратимся к тому, что может...